Всем привет! Рад приветствовать вас на канале Собервижн. Сегодня будем разбираться с колонией винаторов. Что с ней не так? В чем причина той череды положительных и отрицательных событий, которые происходили с колонией? Попробуем во всем разобраться. Если у вас есть свои размышления по этому поводу, обязательно напишите комментарий. Я читаю абсолютно все комментарии и по мере возможности отвечаю или оцениваю их. Давайте вспомним с вами, что колония винаторов приехала ко мне в составе пяти особей. Это, конечно, немного для стабильного развития колонии Панерин, но и не критично. Я заселил эту колонию в формикарий Азия и подключил малую самосборную арену. На арене сделал декор. Колония быстро перебралась в свой новый дом. Несмотря на то, что яйца, которые были с колонией во время отправки, не доехали, колония быстро восстановилась и начала нести яйца. Однако эти яйца не переходили в стадию личинок. Вначале я думал, что это из-за каких-то разборок в колонии. Был не уверен, что жив гаммергат. Однако опытные ребята заметили вмятины на яйцах. Это свидетельствует о недостаточной влажности. Я стал заливать больше воды в камеру увлажнения и, о чудо, вскоре появились первые личинки. У меня было желание поразнообразить кормовые объекты, которыми я кормлю винаторов. Для этого я купил банановых сверчков, которыми были накормлены мои винаторы. А уже на следующий день я лил крокодильи слезы, видя двух погибших муравьев на арене. После такого разнообразия кормов я остался с тремя винаторами. Вот уж действительно критическое количество муравьев в колонии Панерин. Теперь шанс наличия гаммергата еще больше снизился. И теперь самое время рассказать вам про мой опыт спасти другую колонию винаторов, которую отдал мне один из подписчиков. У него, к сожалению, не было времени для полноценного ухода за этими хищниками. Он мне отдал колонию, которая состояла из двух муравьев – матки и рабочего. До этого в колонии было намного больше винаторов. Точного числа я не знаю. Они жили в интересном гипсовом блоке, помещенного в стеклянный бокс. К сожалению, фото и видео этого бокса я не делал. Поведение меня очень настораживало. Метались они из стороны в сторону и вели себя крайне беспокойно. Несмотря на стопроцентную заботу и полный контроль, через два дня погиб рабочий. Я решил пересадить матку из этого формикария в формикарий Азия. Мне казалось, что это могло улучшить самочувствие матки. Старый формик был порядком загажен. Но и это не спасло ситуацию. И примерно через пять дней матка ушла дорогой цветов. Это я к чему? Да к тому, что не поймешь этих крокодилов. Что им надо? Порой просто непонятно. Вот и моя колония из трех муравьев вызывала у меня тревогу. Но все обошлось. Яйца активно превращались в личинки, которые плели коконы. В итоге в колонии появилось около 13 коконов. И тут успех, ребята. Первый вскрытый кокон оказался крылатой красавицей, маткой. Радости не было предела. Потом появился еще и рабочий. В колонии теперь было пять муравьев. Жизнь налаживалась, думал я. Но не все так просто. Перед съемками одного из новостных роликов погибло два муравья из старой гвардии. Опять осталось три муравья. Причем два из них были молодыми. А всего один из начальной колонии. И неизвестно, гоммергат это или нет. Размышляя о возможных причинах гибели, я вспомнил, что неделю назад я давал тараканам кошачий корм. Возможно, именно он послужил причиной гибели. Хотя у других колоний все было хорошо и смертей не было. Все равно я решил больше не давать им этот злосчастный кеттикет, а давать проверенный гомарус. Возможно, вы заметили, что во время новостного видео на арене бегал один муравей. Это как раз был муравей из начальной колонии. Так вот, спустя сутки он тоже умер. Какой ужас и шок! В колонии осталось два муравья. И все они из нового выводка. Оставшиеся коконы были распакованы как-то выборочно и хаотично. Да так выборочно, что матки вскрывались еще не созревшими. Причем даже при удачной распаковке кокона с маткой, она погибла через неделю при неизвестных обстоятельствах. Странно, не правда ли? Итого, ребята, сейчас в колонии шесть муравьев. Всего с одной маткой. С той самой, которая появилась первой. Может, она и мутит воду? Вопрос открытый. Когда все коконы были вскрыты, матка отложила целую кучу яиц. Они переходят в стадию личинок. Уже есть один кокон. Но кто же там? Кто знает? Напишите в комментариях, и мы потом проверим. Ясно одно, что в колонии нет гомергата. Если все так, то, возможно, там появится именно самец. Еще одна просьба. Если есть возможность поделиться самцами винаторов, пишите мне в ВК или на почту. Все координаты в описании. Я попробую подселить самцов к этой колонии, и, возможно, они смогут оплодотворить одного из муравьев. А так неизвестно, продолжит ли эта колония существовать или ее ждет вскоре гибель. Причем, что бы я хотел еще отметить, так это то, что, в принципе, после того, как я поднял влажность, условия и режимы кормления, они не менялись. И трудно представить, что на самом деле может являться причиной той череды событий, которые происходили. Если же условия содержания муравьев одинаковые, так в чем же проблема? Что не так? Вот такие вот эти замечательные и удивительные винаторы. Такая вот фигня творится у них. Будем следить за их развитием. Не забывайте подписаться на канал и поставить лайк. Спасибо за просмотр и всем пока-пока!